От пули ренов перейдем к графенам, за которые была получена тоже бомбельская клея. Как мы с вами говорили, графены это когда у нас есть математическая плоскость и паркеты шестиугольников. Так вот, мы можем их свернуть при помощи так называемого хирального вектора. А смотрите, вот здесь нарисовано, как это сворачивается. Вот возьмем, допустим, вектор 9.0. После этого я начну катать, вот скажем, точку 0.0, отрежусь точкой 9.0. Потом 18.0. Ну как вот вы скатываете, вот у вас паркет на полу, у вас лежит ковер, вы начинаете его сворачивать. Но оказывается, можно сворачивать не только по такому, как говорят, горизонтальному. Можно сворачивать вот с таким наклоном. Есть так называемое, видите, когда у вас по диагонали, есть два крайних случая. Горизонтальный, это называется сигзаг, сейчас вы увидите. Вот диагональный, это кресло. А уже дальше произвольно, он называется хиральный. Это то, что реально делают физики. Сейчас вы увидите. Из этого паркета начинают сворачивать трубки. Дальше. А в результате у нас получается разбиение уже, вот, показано, как сворачивается в трубку. Дальше. Так вот, оказалось. Нужно знать теорию чисел. Где квантовая химия, где квантовая физика. Смотрите. В зависимости... Помните, я говорил, мы сворачиваем. Н раз идем горизонтально. М раз опускаемся вниз. Ну, как вас учили. И берем диагональ вот этого прямоугольника. Два числа. Н и М. Но если вы будете сворачивать по этим векторам, то у вас возникнут два параметра. Н и М. Так вот, оказывается, в зависимости от Н и М, электронные свойства нанотрубок, когда вы свернете, существенно различаются. А именно, нанотрубки, для которых Н-М делится на 3, проявляют металлические свойства. А все прочие полупроводниковые. Наноматериалы. С ростом диаметра нанотрубки, ширина запрещенной зоны в любом случае пробежается к нулю. Для получения конечной нанотрубки, необходимо обрезать бесконечный цилиндр вдоль двух замкнутых реберных путей. Ну, как обычно, вот у вас ковер свернули, он бесконечный, то надо нам с вами обрезать, чтобы получить конечную нанотрубку, надо обрезать, естественно, обрезает фарегубором. Другого у нас возможности нет. Что прогрессия получает? У нас получится такая трубка, у которой два конца уже представляют свои такие реберные пути, а внутри по-прежнему остаются шестиугольники, потому что мы обрезали по ребрам. Вот вам, пожалуйста, что получается, если использовать разные хиральные векторы. Посмотрите. Вот у вас получается зигзаг, вот у вас получается армчер, это значит кресло, а вот хирал. Обращаю ваше внимание, вот казалось бы, так на взгляд не очень видно, но если человек присмотрится, но увеличивается, совсем другая структура. посмотрите. Зигзаг и кресло, вот они, они обладают зеркальной симметрией. Посмотрите. Вот если вы так проведете, ось у нас симметрична. Она принята. А вот у хиральной, они такой симметрии не обладают. И это приводит, повторяю, к материалам с разными физико-химическими свойствами. Дальше. После этого возникло опять математическое чудо. Помните, я вам сказал, что если выплуком многогранник имеет пяти и шестиугольные грани, то число пять пятиугольников, ровно двенадцать. Что мы стали делать? Начинаем строить замкнутые нанотрубки. Вот они. А что это значит? Вот взяли, свернули ковер, обрезали по ребрам. Один конец получился, второй. И теперь мы хотим приклеить шапочки. Так, чтобы в этих шапочках были только пяти- и шестиугольные грани. А когда мы склеим, получился фуллерен. То есть мы из графена начинаем строить фуллерен. Математика дает совершенно жесткий результат. Если это можно сделать, то в каждой шапочке ровно по половине пятиугольников. Шесть-шесть. Вот относительно недавно, я когда читал лекции в Китае, я там поставил такую задачу. Хотя такую задачу можно поставить и сто лет назад. А вот какую задачу. Вот у вас есть плоскость, и вы ее разбили на шестиугольники. Это можно сделать. При этом у каждой вершины три ребра. А можем ли мы в каких-то местах вырезать шестиугольники и вклеить пятиугольники? Можем или нет? Казалось бы, вопрос простой. Чтобы были все пятиугольники, нельзя, но может где-то можно. Кстати, это оказалось иметь совершенно физический смысл, когда мне очень важно уметь вклеивать вот в эту самую графенную плоскость пяти синеугольники. Давайте я вам еще скажу ответ, вы не поверите. Это я читал лекции в Дубне, там есть у нас каждый лето, вы тоже будете участвовать в современной математике. Ответ удивительный. Можно вклеить пятиугольники. Ноль. Тогда получится графен. Можно вклеить один. Можно вклеить два. Можно вклеить три. Можно вклеить четыре. Можно вклеить пять. Шесть. Все. Больше вам не удастся. Но, если вы вклеили шесть, то это вы можете рассматривать, что вы как раз ту самую шапочку сделали. Потом у вас пойдут шестиугольники, дальше вы обрежете и вклеите. Так вот, если вы можете вклеить, повторяю, один, два, три, четыре, но если вы вклеили меньшее, шесть, и потом у вас пойдут шестиугольники, как полагается. Понимаете, если у вас их бесконечно много, ну, скажем, там, миллионы, а вы вклеили всего пять, с какого-то момента будут только одни шестиугольники. Вопрос. Давайте там обрежем и сможем. Можем ему шапочку закрыть? Нет. Это опять математический закон. Свойства комбинаторной геометрии. Повторяю, задачу, которую я могу поставить школьнику, который подумает, кто-то решит. Но я хочу сказать, что результат содержательный. Надо вклеивать в этиугольники. Но оказывается, можно вклеить любое число, но не больше шести. Но если ты хочешь вклеить так, что потом у тебя получилась нанотрубка замкнутая, то только шесть, меньше нельзя. Вот только вдумайтесь, как говорил Деброн, непостижимая эффективность математики. Вот откуда математические законы дают вот такие содержательные выводы. Дальше. Следующий вопрос. Посмотрите. После того, когда научились делать нано... Мы с вами говорим, повторяю, про современную нанотехнологию. Когда научились делать нанотрубки, выяснилось, что надо делать еще нано-почки. Нано-батус. Фангельский. А именно, посмотрите. Нано-почка. Это сцепление фуллерена с нанотрубкой. Вот у вас нанотрубка, а вы хотите пришить к ней фуллерен. И опять возникла чисто математическая задача. Во-первых, зачем это надо делать? Потому что нанотрубки химически нейтральны, поэтому их тяжело сочетать. Конструкцию трудно делать. А фуллерены химически активны. И создают условия для хорошего сцепления. Так вот, оказывается, если вы хотите к нанотрубке пришить, фуллерен, чтобы получить нано-почку, при этом, чтобы сохранялось вот то самое фундаментальное условие, повторяю, как простота. В каждой точке у вас три ребра. Требуются синие угольники. То есть это вот, повторяю, это выпуклая геометрия, это комбинаторная геометрия, науков, которая имеет тысячи лет, но вот она обогатилась с такими задачами. Потому что если бы такие задачи кто-нибудь решал, ну считали, вот он решает их, это его личное дело. А оказывается, это он не окучил свой огород. Он решает задачи, которые содержательны с точки зрения природы, физики. Вот как к нам пришить, повторяю, к нанотрубке, пришить фуллерен, чтобы получить нано-почку.